В 2004-м свое десятилетие на должности президента Александр Лукашенко отметил очередным референдумом, который устранял временные ограничения его нахождения у власти. Всего 10 лет режиму хватило для уничтожения основных завоеваний независимости и возвращения страны в СССР по многим аспектам жизни, формальным выборам, послушным парламентам, угрозой для граждан за инакомыслие потерять не только свободу, но и жизнь. Подарком мировой истории белорусы могут считать интенсивное развитие всемирной сети интернет в то время. Первые услуги по входу в интернет Белтелеком начал предоставлять еще в 97-м. В начале нулевых виртуальная свобода постепенно начала проникать и в квартиры белорусов. Поначалу до интернета нужно было дозвониться через специальный модем, а после входа платить за каждую минуту подключения. Уже к 2020-му Беларусь будет в топе стран по пользователям сети и ее доступности. Тогда и произойдет конвертация активности граждан онлайн в оффлайн-жизнь. У истоков всемирного интернета стоял выходец из Гродно Пол Бэрон. В 60-х годах прошлого века он предложил создание сети между компьютерами с равными правами. Таким образом, отключение из сети не влияло на ее устойчивость. Для истории развития белорусского сегмента интернет тяжело переоценить вклад уроженца Львова Юрия Зиссера. Он переехал в Минск в конце 80-х, уже будучи способным инженером-программистом, и в 92-м основал компанию «Надежные программы». Первые годы она занималась внедрением технологий в банках стран СНГ. Начиная с нулевых, стала регистратором сайтов в доменной зоне Билай. Но самым громким проектом Зиссера станет основанный им в 2000 году портал Тутбай. Поначалу сайт предоставлял базовые сервисы – электронная почта, новости и форум. По мере развития коммерческих услуг на Тутте все больше внимания уделялось медийной составляющей. В начале нулевых власти ликвидировали белорусскую деловую газету, запретили печать и распространение издания «Солидарность». Развитие интернет-платформ стало спасательным кругом для белорусской журналистики. К 2020-му Тутбай читали две трети всех пользователей Беларуси. По охвату аудитории и рекламным доходам частный портал как минимум конкурировал со всей государственной машиной пропаганды. Неудивительно, что на этом пути случались коллизии с органами. Меня информируют, что вот там, где-то на Тутбай, Семен Борисович, как-то там Зисер ваш этот непорядочный себя ведет и порой. Я ему поручил всех евреев взять под контроль в Беларуси. Зисер никак не может, никак ты не можешь этого человека нормализовать. Портал внедрял не только передовые системные технологии, но и подходы к менеджменту и маркетингу. Сам Зисер называл Тутбай полуоппозиционным. Публикации не нравятся, начинают названивать, снимите. А мы не снимаем, потому что это сразу все увидят. И это подорвет доверие, это наша пользовательская база. Как мы можем снять? Но даже при всем этом, как программисту в условиях авторитарной страны удалось создать передовой медиапортал? Во-первых, компромиссы Юрия Зисера. В 2010-м власти в Беларуси предприняли первую попытку нормализации интернета. Согласно указу Лукашенко, серверы всех сайтов, которые работают на белорусский рынок, должны находиться в Беларуси, а их собственники вести учет и передавать властям все действия пользователей. Закон встретился с критикой со стороны медиа-сообщества. Юрий Зисер не только воздержался от публичного осуждения, но и принимал участие в разработке указа. Это редко возникает, на самом деле. Что уже нас изучили, на что мы можем пойти, на что не можем. Единственный компромисс ради интересов страны, больше никаких. Во-вторых, начиная с 10-х годов, власти страны сами были заинтересованы в развитии IT-отрасли для пополнения бюджета и снятия социальной напряженности. После очередных элегантных выборов и девальвации были созданы парк высоких технологий и налоговый рай для его резидентов. Необходимым условием для этого являлась развитая инфраструктура интернет-сетей, в том числе медийных. На пике развития индустрии IT приносило в государственный бюджет больше, чем все сельское хозяйство Беларуси. Но что для властей пошло не так? В середине десятых высокоскоростной интернет позволял конкурировать с независимым СМИ с государственным телевидением в скорости и качестве передачи событий. Локально власти могли ограничить сигнал или физически задержать стримеров, но контролировать развитие технологий, которые помогали обществу самоорганизовываться и быть автономным от государства, чиновники уже не успевали. Возникли десятки, если не сотни горизонтальных инициатив. В последние годы своей жизни вышел из офисов публичный офлайн Юрий Зисер. Это была меценатская и благотворительная деятельность. Яркая, хоть и гибкая, общественная позиция. Идеологические гетто у нас не имеют успеха. Они лишь разъединяют нас и делают нацию слабее. Хватит диванной критики и пассивного ожидания чуда. Нам пора переходить к активному улучшению нашей жизни своими силами. Чем больше мы будем делать для себя и других, тем светлее будущее нашей страны, тем крепче наша независимость. Да здравствует независимая Беларусь! Ура! Апогеем самоорганизации общества станут в выборе 2020 года. В том числе, благодаря сетевой инициативе «Голос» были собраны явные доказательства классификации, что послужило триггером для последующих протестов. Однако победа оппозиционной кандидатки Светланы Тихановской так и останется лишь в виртуале. Ради удержания власти Лукашенко на несколько дней искусственно ограничил интернет в стране и обрушил весь репрессивный аппарат на участников тех событий. Что до Юрия Анатольевича, то он бы трымался своего сумления и он бы докладно працовал так, как мы теперь працуем. Тутбай, как и другие независимые СМИ, были ликвидированы. Журналисты и руководство портала уже более трех лет находятся в заключении. Юрий Зисер всего несколько месяцев не дожил до тех событий и не увидел, пожалуй, главный релиз эпохи Тутбай в Беларуси. Это было рождение нации в офлайн, со всем разнообразием взглядов, происхождений, языковых предпочтений, но с равными правами.